Покажем, как немцы в городках маленьких живут. Смотрите, в Германии у нас сегодня 1 апреля. Пропустим. Температура, кстати, 12 градусов. Что за речка, я, честно говоря, не знаю. Надо хоть потом посмотреть. Я, честно говоря, сам не ожидал, что по такому городку ехать придется. На желтый проскочили. Пусть уже не проскочим. О, блин. Ну как, городишка называется наш Хайдельберг. Городишка называется Хайдельберг. Да, когда-то я на таком катере приблизительно рассекал. В этом Севастополе, когда он украинский был. Сейчас там жопа. Какая красота. Елки дрова. Обалдеть. Обалдеть просто. Капец. Так, мы тут понемногу нарушаем. А нет, не нарушаем. Севастополе. Как красиво между горами. Обалдеть. Да почти тут, наверное, какой-то туристический. Потому что, смотрю, все там на мосту позалазили, фотографируются. Что там уже, блядь, случилось? Вертхайм, блядь. Типическая ты параболическая. Блядь, я бы если знал, что мне туда ехать, так я бы уже, блядь, тут бы не крутился. Ебать, тут перекопать, блядь. Петя, ты, блядь, заебал, откровенно говоря. Реально радуюсь, блядь, природе. Начинаю заебывать другим, блядь. Блядь, как ты дорог. Выртхайм, блядь. Плотина какая-то, да. Водичка падает. Петя, хватит пищать. Вот так. Петя, хватит. Продолжение следует... 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 для дальнебойщиков это сегодня пятница загрузил 5 полет тут какой-то электроники на голландию и до понедельника там еще будет понедельник две загрузки паузу здесь бы конечно я бы не против бы открутить городишку пошорхаться по такому сейчас очень погодка такая хорошая походу и автобусу туристические спереди стоят с туристами вот вот Субтитры делал DimaTorzok А, уголь тягают Вот, блядь, живут Все рабочие В река, пожалуйста, тебе плавают Баржи, блядь, у нас я уже... Опа-па-па-па-па-па-па-па-па Тут мы тормознемся сейчас Бомба просто Просто бомба Сейчас пофотографируем вид Фух, обалдеть, повезло Ближе сейчас к туристам Встанем Потому что я и хотел Паркуемся, Роман Валерьевич Пойдем сейчас смотреть природу Короче, тут красота такая Неописуемая Решил Одеть еще раз Вторую серию снять Опять Германия Опять 1 апреля Кстати, вот я что-то не пойму с дизелем Я вчера заезжал в Бельгию Заправлялся Из-за того, что было в Германии Дизель Сейчас вот 0.98 дизель Ну, правда, я на Шелле заправляюсь Я... А вчера было В Голландии Ну, короче говоря В Германии было 0... 1... Почти 15 Не, 1.18 даже 1.18 И пришлось в Бельгию ехать И заправляться в Бельгии По 1.13 Вот А сейчас цена вообще Меньше евро Не пойму Я этих немцев Блядь, тут так я стал, конечно Трахал рахнитненько Блядь, хоть бы это Два светофора Одинаковые Так, а вот и площадочка есть Какая-то Мойка, что ли Блядь, как затаренный холодильник Так вот, реально можно Даже где-то остановиться Есть места Тормознуться То есть Нету нужды Ну, вон, люди На лодках Сплавляются Короче, живет все Стройка В полном масштабе Теплоходы Все рабочие Народ, туристы есть А наши дураки Русский мир Блядь На украинских землях Делают Я рядом был В этих местах Но я был зимой Вот Как бы Немного не так Зелено было Скажем так А сейчас уже Трава Ну, короче Как бы Прикольно Но именно В этом городе Я не был Где он сейчас Проезжал Ну, городочки Конечно Блин Один за одним Видон Просто песня Вы превышаете Допустимую скорость Вы превышаете Допустимую скорость Ну, что мы так Вечно превышаем Превышаем Чтоб было понятно Что это селишки Селишки Это не города Это маленькие села Германские Вот так вот Живут Бедняки Георапийские Кемпинговый Городочек Народ Повыезжал Прям Пообосновывались Лужайки себе Поделали Коврики Велосипеды Ну, я смотрю Молодцы Народ Вы превышаете Допустимую скорость Так какого хрена Мы превышаем 70 Написано Бронили 50 Шет Превышаем Мациклет На этом фонда Стоит Мациклет Каната Говорила Бабуля Моя На мациклете Вы превышаете Допустимую скорость Блядь Мне еще 101 километр Пиздехать Да Паркинга Доплатного Ну Как бы Место Красивое Ну, блядь Сто километров Петля Таким Селишком Блин Тоже, блядь Ну, дозвон Стал Так, что Второй Херстане О, там уже Крепости Ничего себе Я, кстати Удивляюсь Ну, как вот У них Старина Сохранилась То есть Как бы Я так Наслышан Историей То есть Во времена Войны Таких там Типа Бомбили И крушили Причем И наши Нечадные Вот Вот Эти Всякие Американцы Великобританцы И так далее Ну, я не знаю Каким-то образом Их так Крушить Крушили Замки Мне уже наеднулся молодец ты во время на я уже ту речку на третий раз для переезжаю за 20 минут не от кого а ну кто кто кого я его ли он и тут 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 много и какие миссистое Бля, я не понял Что за хуетория Какой 31, бля Вертхайм, бля, или мы куда едем Было меньше 100 километров, бля Вертхайм, правильно Вертхайм, а все правильно Максим, да фуф Вертхайм Вертхайм Далее, бля Новый маршрут, окей Не понял, бля Откуда 133 Управить 29 километров Вертхайм 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 что-то я не понял, каким образом оно переложило, что стало больше, было меньше. Что оно там наложило, блядь. Опять деревенька по правой стороне. Бедные немцы. Так, мы сейчас бом опять нарушаем, блядь. Конечно, нарушаем. Сироты прям, тут они бедные. Сиротские дома. Нет, это интересно. Я не знаю, какие законы. Раньше вроде как, если человек с детства был в интернате, якобы рос, то ему там государство по совершеннолетию должно предоставить квартиру или жилье. Или как оно там правильно называется. Мне кажется, я имею ввиду, сейчас такая тема предоставляется. Если предоставляется, хотелось бы увидеть, что там предоставляют. «Вы превышаете допустимую скорость». «Вы превышаете допустимую скорость». «Эбербах». 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 Так и потемнеет, блин, пока доберемся. Было 100 километров. «Вы превышаете допустимую скорость». «У нас 130 она была». «Отель». «Если есть «хотель», значит есть «туристы». «Паркинг» написано, что отсюда всех вытягивают. Я бы тоже в таком месте постоял бы до понедельника. Так, и вот заканчивается городок наш знак. Знаки, видите, какие Германия. Интересные, маленькие такие. Это так хрен заметишь. А, так подожди, один начался. Точнее, один кончился, сразу другой что ли начался. Следующая сиротская деревня. И места бомбезные, конечно. Вдоль русла речки так расстроиться. Красиво, обалдеть, просто обалдеть. Наших дураков пугают. Геропа, блядь, страшно. Тут люди живут, страшно, умирают. Давайте в этот, мы к себе заберем вас, чтобы не умерли. Куда, блядь? В русский мир, блядь. Сука, ну чисто ж, блядь, ни ботылки, блядь, ни сигареты. Ну, в смысле, я то под микроскопом не вижу, но отсюда вижу наши лужаки все облагороженные. Обалденно, просто обалденно. Бомба. Просто бомба. Ну, чувачок тоже есть, засыпает, на руле сидит. Опять плотина. И что-то, и часа говоря, не инженер, но я не... О, блядь, такой домик. Такой. Не совсем, как бы. Но не брошенный же, я думаю, в таком месте. По любой не брошенный. Вон, баржа какая плывет. Все работает, металлом тянет на всю силу. Машины какие-то там на ней еще. Неинтересно, электричество они что-то крутят тут? Или нет? Гидростанция типа гидроэлектростанция. Похоже, хотя не уверен. Ну, статей смотрится, даже если так взять, так я бы не сказал, что суперсовременное сооружение внешне. Может даже если это и гидроэлектростанция, то наверное еще лет 40-50 на настроенная. Вон машины как грузят на баржу. Вон баржа, блядь, сломан. Краном машину загрузили. Так, Роман Валевич, сколько ты будешь еще ехать этими красотами? Пора уже на автобан выбираться. Это будет 120 километров по неделе ехать, блядь. Учитывая то, что сегодня пятница. Красиво, конечно. Проволочка где лежит. У нас бы вот это если проволока вот так вот лежала, это по-любому тут что-то военизированное должно быть. Охрана, по крайней мере, точно не с палками. А то так, кинули, на берегу валяются проволоки, бухты. Вы превышаете допустимую скорость. Да, деревеньки, деревеньки. Внутрен батон. Знак селишка закончилась. Да, молодцы, Гимси, молодцы. У меня вот сейчас такое раздвоение. Сейчас чаще всего бываю в Голландии и Германии. Как в Голландии побудешь, блин. Ну, она как бы такая поновее. Поновее такая, по совершению, я бы сказал, даже помоднее смотрится. Как бы, когда в Голландии думаешь, ну, блин, и там классно. Это, ну, Голландия типа лучше, чем Германия. Ну, дороги точно, однозначно. Лучше тут даже спорить не буду. В Голландии дороги лучше, чем германские. Ну, блин, как попадаешь вот в такие места, как вот сегодня. О, опять следующее. Смотрите, там не то замок, не то крепость. Неразбомбленная. Гляньте, как дорога красивенько. Звингенберг. 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 Вы превышаете допустимую скорость. Сейчас не будем поставить в автомате. Чтобы не превышало. Превышает, потому что, блин, Рома по сторонам зыряет. Тут и опять баржа валит. Вот представьте себе грузопотоки. Если машины тут сейчас, ну, на автобане, кто был, то видел, то кроме машин здесь вот такие баржи херачат, блин, по всей Германии. И по Голландии, кстати, то же самое. Я тоже удивился, что каналы, как бы смотришь людей, каналы такие не особо большие. А барж, ядрен, батон. Так и здесь он во всю силу катит. Хайлброн. 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 Красота, конечно, стопудово. Но чувствую, что мы хер доедем до понедельника. Хайлбоч. Опа, обрабатывает землю. Стопудово. А земля здесь обработанная. Жизнь. Зае островую эрбону, vuориент控수�ен. У realize есть, если негатив. up, погулять собственно. Следующая деревенька. Представьте, русло такой реки, посмотрите, оно с этой стороны камнем выложено, тут понятна дорога, и с той стороны. Но я не знаю, я сомневаюсь, что там природно камень прямо на берегу лежит. Я к чему веду, что русло реки поддерживается, поддерживается. Я так подозреваю, что она чистится по-любому, что тут форматор этот был по глубине достаточный для всех этих посудин. Но следующая уже посудина, не успели одну, следующая уже катит. Да, масштабы, масштабы, ядрен батон. Ну, пока мы писками меряемся, люди уже живут в это время. Ну, ладно, когда уже чуть-чуть побольше. Блин, не. Ну, кстати, людишки молодцы, красиво выехали. И, кстати, вот если заметить, для легковых подъездов без проблем. То есть, вот городочек надо пешком подошли. Там вот стояночка была 100 метров назад. У нас бы вот эта, если территория, то все забором бы какой-то мультимиллионер бы купил бы. Вот, Кацапетовский. Вот, и отгородился. И сюда бы уже доступа уже по-любому не было. А вот здесь, смотрите, все свободно, все для людей. Гуляй, не хочу. Было бы твое желание дома не сидеть. Желание тут по-любому в таких местах. Дома не сидеть, оно по-любому присутствовало бы. Камни какие. Цвет такой интересный. Опа, а еще и вода льет. Обалдеть. Трубы. Поезд над нами, он шуршит, красные вагоны. О, очередная опять, наверное, плотина электрическая. Таких, блядь, если, подожди, если столько плотин, такие тут дохерищи, блядь. Если это плотины, блядь. По одной стороне, кстати, вот вода льется, по другой стороне сделана якобы для того, чтобы эти посудины проплывали. Но опять-таки вот красивенько. Карманчик сделан, остановитесь, смотрите. Кому интересно. Вон контейнера на барже. А, ну правильно, правильно, вот она наполняется, она заходит сюда, потом там наполняют, закрывают шлюзы. Да, точно, я так и думал. Так это уже посудина какая. Мы вот уже видели, это две поплыло, третья здесь вот в шлюзах застряла. Уже третья. Ну, блядь, тут такие камни интересные, как будто их кто-то отшлифовал. Не, вид, конечно, блаченый гуси пасутся, ядрен батон. И что, мужа еще, блядь, бесхозные. Но белые мы. Не похоже на природный. В плане диких. Не, вот так, если с такой скоростью ехать, так можно ехать. Я готов еще 100 километров вот так чирикать. Так, ну сразу скажу, не планировал снимать. Этот, честно говоря, сам проехал, удивился, что в такие красоты попал. Стекла, как видите, зеркала не дотирал до чистоты, скажем, не готовился для съемки. Так, спонтанно увидел красоты, появилось желание запечатлеть. Покажу, по каким мы тут широтам катаемся, германским. Блядь, они в городах таких вот, в селах, так они еще и сюда, прям на этот, кишлаки эти поделали для кемпинга. Кемпингерл, кемпингерл. Боба. Красиво, но уже спать охота. Так, Ромео, блядь, мы начали смену во сколько сегодня? В 7, плюс 13. Блядь, нам в 20 часов надо уже, блядь, стоять, я блядь. Там 7, 08, начали. 20, 0. 20, 09, даже, 20, 09. 20, 0. Блядь, а прибытие пишет 20, 16. О, блядь, херово. Херово, херово, так, сколько мы накатались, у меня 380, еще 100, или 480 получится. Ой. Следующий кишлак на подходе. Мне уже, честно, в рядах напоминает какой-то горный Афганистан. Горы, горы у нас такой, так, местности в Украине нету. Я не знаю, что вот так вот может. Ну, да и то, что я, я знаю, что наоборот, я знаю, что такой нету. Чтобы так вот вдоль русла ехать. Горы были красивые такие. Ну, и дорога, соответственно, замечательная. То есть у нас сразу, говорю, три вещи сразу напрочь отсутствуют. Начинаем с дороги. Их нету. То есть дороги отсутствуют. Ну, и все остальное, соответственно, кишлыков нету. Ну, речки, может быть, и есть, ну, а. С красотой можно, конечно, спорить. По первым двум позициям даже не обговариваются. Спору не подлежат. Там уже четвертая, по сути, на две плыли. Третья там на шлюзах висела. Четвертая уже на подходе к шлюзам. Блин, ну они херачат тут. Ядрен потом. На таких корабелях. Я бы, конечно, тоже хотел бы. Музбах. 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 По-моему, я выгружался был. Селишко такая маленькая. Городка назвалась Морбах. 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 А это Музбах. Лидл. Блин, реально доступные магазинчики. В принципе, даже задуматься, как можно где-то и остановиться. Наедешь, блин, по пять дней. Я не можешь, блин, найти Лидл. Смотришь, блядь, через карту сверху, через спутник Говловскины. И ищешь. Я на этих викинг, на прошлых, вот сейчас вот пятница, считаю, вот сегодняшняя уже уикенды начинаются. Я прошлое уикенды в Голландии было. Там я в субботу утро выгрузился и уже с обеда стоял. До вторника, так как праздники здесь были. Ну так, нашел еле-еле стоянку такую. И то по карте сидел минут, мы там 30-40 искал подходящее, что-то. Чтобы вот так вот ехать, остановиться на паркинге. Ну, на паркинге, в смысле, на заправке, на нормальном паркинге. А в районе городок был, и что в этом городке были эти магазины. Здесь через 800 метров держаться правее. Так вот, ближайшее, то я выходил в магазин, 3-300. Вернее, ну, 3 километра, 300 метров надо было херачить до магазина. Чтоб затариться. Так, а, куда это мы сейчас завернем? Через 300 метров держитесь правее. Держимся правее. О, блин, уже сейчас. Через 80 метров держитесь правее. Проедьте 12 километров. Нихера себе, что удалимся от русла. Едрем. Ага, сейчас удалимся. Сейчас начнем по горам, блядь, серпантины херачить. Тут, блядь, или русло, или серпантин сейчас будет. Или то, или другое. Так. так мы по такой мы дорожки так трухи веселее будем ехать я так думаю так делать нечего чисто говоря сейчас паркингец маленький есть ручку снимем трухи и пишите допустимую скорость ну а хер там блин не отдал трамвил хочу сейчас городками бояны модными ехать это уже точно мне уже что-то на какой-то афганистан смахивает душманов только не хватает мосбах вы превышаете допустимую скорость уже надоело честно раз и превышение что-то и и и Продолжение следует... Кстати, а вот количество мест, наверное, я так подозреваю, указаны места для стоянки, количество свободных мест, я так думаю. Не уверен, если кто точно знает, можете поправить меня. Конечно, для Германии, опять сравним Германию и Голландию. Я говорил, что мне то-то-то-то, в Голландии, блин, светофоры, они такие умные, не так, как здесь. Здесь они такие, как у нас, довереволюционные, что ему надо гореть, и он там по одной программе херачит. А в Голландии, я не знаю, как они с помощью чего-то, может, каких-то там фотодатчиков и так далее, но они чувствуют приближение, я заметил. Вот даже машина едет с определенной скоростью, например, если я уже подъезжаю на такое расстояние, в этот момент никогда не загорится. Этот красный, либо, например, зеленый, не поменяется, скажем. Нет, кстати, зеленый, кстати, вот так вот и поменяется. То есть, видишь, что машина подъезжает, например, слева, слева, справа, типа, никого нету, то есть там для них не надо зеленый цвет, цвет точнее, они только тыц, и нам хопси забацали, зелененький. Ну, короче, по Голландии там поумнее это все как-то сделано. Я в Германии такого еще не встречал, таких активных и умных светофоров. Вот так, блядь, мосты, как бы были подписаны, эпическая, параболическая, не подписано ж ни хера, блядь. Пежо 206 ЦЦ. Чья-то пижонка поехала. О, дизель. Чуть больше евро, но все равно не евро 15, и даже не евро 18. То есть я что-то не могу куриться, блядь, как это так могла цена поменяться. Потому что мне надо было вчера в Бельгию заезжать, якобы, с Бреда, заехать в Бельгию и сразу выехать на Голландию. Вы превышаете допустимую скорость. Да, блядь, так мы, конечно, точно до понедельника будем ехать. Я уже, честно говоря, блядь, как бы доволен красотой, но уже, как будто, блядь, достигнуть паркинга, блядь, удачно. И замариноваться на ночь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь, куда вы крутился тут. Прямо закручиваемся. Вот. Следующая деревенька. Вы превышаете скорость. Вы превышаете допустимую скорость. Ясно. Горусная какая-то у меня. Со своей скоростью. Вот это вот домишки, конечно, не видно, что явно, ну, исторические в плане того, что не новое. Но я бы, блядь, это так не хотел бы, блядь, жить. Понад дорогой с такой близостью. Он сейчас колокола только, что проехал. Звучали, грудь, циркушка, что-то. По ком-то молят. Ой, блядь. Где мой паркинг? Где мой паркинг? Я хочу на паркинг. Блядь, 96 километров. Я тут скоро, блядь. Прозревать начну. О, пожалуйста. Да лау. Да лау. Вы превышаете допустимую скорость. И вот как-то самих людей как-то не видно. смотришь, да, мишки такие. Но видно, что все поддерживается, все живет. А сами люди отсутствуют. По какой-то причине. Давайте, наверное, мы уже лихтарики включим. Там бы виднее были. Так, и притормозили. Мозбах. Опять-таки, вон крыши. Солнечные батареи на крыше. Люди мало то, что и так себе нормально. Почуваю на коне еще, блин. Утепляет вон фасады и батареи на крыше. Трецают. Тараканы какие-то выставка была. Вы превышаете допустимую скорость. Это уже выехали ядры, вон ты потом. Да, ну уже чувствую, горы начинают ползти. То речки были, теперь горы. Ну давай, давай, блядь, щемись. Ага, вот так вот. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Так, ребята, я хочу гулять на паркинг, я уже не хочу гулять. Впечатление от природы. Через 300 метров поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Блядь, я чувствую, надо не миновать. Опять деревня. Опять кишлак. Так, кстати, вот езда по таким вот населенным пунктам, чем чревато. Вот это, например, знаков. Ай, ауэрбах. И сейчас звезда это. Вы нарушаете. Вы превышаете допустимую скорость. Правая. Верно глаголичный. Вот я к чему веду. Что сейчас вот она 30 раз вот это прогутарит, вот это, что я нарушаю. А на 31-й вот это вместо вот этого знака будет красный такой столбик стоять. И такая фото вспышечка, такая типа фото на память. Только чик. И все. Ну как все. Не смерть и приговор, но оплатить придется. И, кстати, спорить тут не с кем. Это не страна дураков, где спорят, доказывают, что там свидетелей нету, лицо не видно. Все, номера придут. Будь ласка, оплатите. Я к чему это все веду, что вот это сейчас мы вот это ползем уже на километров 40 минимум уже проехали. Я думаю, может даже с полутынник поленья уже, честно говоря, на ополе ни хера себе целуется. Там коза такая, ка рамы на 130. Вы превышаете допустимую скорость. К чему веду по автобану? Ну, если врубить вот эти там 130 километров, врубая за полтора часа, так налегке проскочишь их. Без всяких. А тут мало того, что рулем крутить надо. Так еще же скорость нарушаешь. 30 раз нарушишь на 31 фотографии. И делаешь это не ради того, чтобы ее нарушать, а ради, ну, потому что по сторонам глядишь и отвлекается реально. Ну, а как тут не глядеть? Ну, короче, вот такие вот. Блин, нужно спать реально охота. Буду, наверное, сейчас выключать кино. Паркинув, на на четвергалах сложил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, пару минут еще сейчас посмотрим Следующую деревню, да и будем заканчивать Собаку, что ли, завалили? Так, очередная деревня Так, давай голос Диктора, вы нарушаете допустимую скорость Очередная деревенька Блин, реально же темнеет начинает, оно то красиво, конечно У нас что-то километры как были, так и стоят на месте Мы по таким деревням ездившим со скоростью 40-30 Двечерый выход О, дизель, о, вообще, блин, 9,90 центов, что, 91 центов получается Вы превышаете допустимую скорость Помогу, я въехал Ой, блин, это пиздец, я такими еще горячими, я такие дистанции не преодолевал Так это хорошо, но еще пустые, блядь, там весом, блядь, две тонны, блядь Почти две с половиной Опять, блядь Опять, блядь По-на-то, вошел Блоком Убли Волган Блоком Блоком И Продолжение следует... 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 Готовьтесь к левому повороту через 800 метров. Готовьтесь к левому повороту через 300 метров. На следующем повороте поверните налево. Ничего не было, тут повысовывались. Ох, какой водопад он, смотрите, прямо в деревеньке. 30 километров скорость. Готовьтесь к правому повороту через 2,4 километра. Так, ну это уже город. Это уже не деревня, это город. Так, что у нас там, черица. Так, вот уже черные ходят. Мне еще что спиздить. О, выборы. У нас как выборы, так все заклеено и все столбами. Все загажено этими мордами продажными. Вы превышаете допустимую скорость. Да вот уже заканчивается деревня. Карманчик есть на пару фур. Учимся. 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 Через 300 метров поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Так, хорошо хоть не проскочили. Так разогнались бы не дрон батон. Учимся. Да неужели может. Поесть 5,9 километра. Мосты новенькие. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Через 800 метров Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok